В Чувашии разрабатывается проект рекультивации пехтулинской свалки. На эти работы в 2017 году из всех источников предусмотрено 122,5 миллиона рублей. В следующем году еще более 250 миллионов. Как будет проводиться рекультивация свалки, обсудили сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии. Рекультивацию пехтулинской свалки планируют выполнить в два этапа – технический и биологический. На техническом этапе полигон будет уплотняться и изолироваться в специальный саркофаг. Эти работы продлятся до конца 2018 года. В следующие четыре года будет проводиться биологический этап. Он включает в себя подготовку почвы, в которую будут высевать многолетние травы. Затем еще спустя четыре года территория полигона может быть пригодна для дальнейшего использования. Реализация проекта позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду, возвратить в хозяйство оборот земли, улучшить санитарно-педагогическое благополучие населения. Исполнение указа президента Российской Федерации, который объявлен годами экологии, у нас три проекта включенных там. И мы в плановом режиме, без боя, без суеты, применяя, я говорю, лучшие технологии, инновационные современные технологии, должны, соответственно, за несколько лет справиться с этой исторической проблемой. На еженедельном совещании подвели итоги прошедшего на прошлой неделе Координационного совета по промышленности. Его участники посетили 10 предприятий республики и выставку, на которой представили свою продукцию 45 организаций. Владимир Аврелькин отметил, что специалисты достаточно высоко оценили промышленный потенциал республики и в том числе созданный в конце прошлого года Фонд развития промышленности Чувашии. Значит, на сегодня у нас на обществу уже больше миллиарда рублей. Мы уже направили заявки в Фонд промышленности. Сейчас у нас стоит задача. Вот очень хорошо, что здесь прибыли представители как раз Фонда промышленности федерального. Мы тоже ознакомили непосредственно, вывезли на предприятие, знакомились с продукцией, показали, что это живые предприятия, а не записки просто. Поэтому основная задача стоит отработать текущие заявки. На совещании обсудили возможные перспективы сотрудничества с итальянскими бизнесменами, которые планируют открыть в Чувашии производство арматуры и построить теплицы. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.